Медиагруппа «Авангард» представляет Медиагруппа «Авангард» Медиагруппа «Авангард» представляет Медиагруппа «Авангард» представляет различных органов исполнительной власти. В процентном соотношении бумага-электронный вид. Как работают руководители с мобильными устройствами или с стационарными компьютерами при работе в документообороте. Мероприятие, которое позволяет изменить точку зрения регулятора. Оно влияет на точку зрения регулятора, потому что регулятор. Что такое регулятор? Это люди. Это те же самые люди. Они участвуют на этом мероприятии, они слышат обратный эффект, они вслушиваются и потом они в принятии своих управленческих решений, в законопроектах учитывают мнение сообщества, которое они услышали на этом PKI-форуме. Основными участниками мероприятия стали представители удостоверяющих центров и компаний, специализирующихся в области информационной безопасности. В течение трех дней нон-стоп обсуждались все наиболее интересные для поставщиков и потребителей решения на базе PKI-темы. Специальные заседания были посвящены регулированию и стандартизации, практическим вопросам и правовым коллизиям при использовании электронной подписи и других массовых сервисов на основе PKI, технические новинки и международный опыт. Для нас особо остро выходят вопросы, связанные с юридической значимостью этих электронных документов. Потому что, да, не секрет, существует мошенничество, существуют различные схемы уклонения от уплаты таможенных пошлин и таможенных платежей. И, естественно, мы должны обеспечить те механизмы и те реализации, которые позволяют в суде юридически значимыми фактами доказать действия злоумышленников и тем самым защитив интересы Российской Федерации. Когда 10 лет назад, 15 лет назад весь этот процесс начинался, там было больше на уровне энтузиазма. То есть люди собирались и думали о математике, люди собирались и думали о криптографии. Сейчас мы явно видим практические реализации, практические преимущества внедрения электронного документа оборот и внедрения PKI-инфраструктуры. Именно эта площадка для нас удобна. Мы узнаем новости в законодательстве, узнаем новости от наших партнеров, следим за тенденцией в инфраструктуре PKI. Мы уже давно выпустили удостоверяющий центр. Просто в связи с изменениями, которые были введены, мы должны следить за тенденциями и учесть при планировании дальнейшего развития нашего продукта. Поэтому, безусловно, в участии на форуме мы получим эту свежую, самую актуальную информацию. Основная наша площадка, на которой мы, как вендоры, можем поговорить с потребителями наших услуг не в плане как клиент и продавец, а именно как партнеры в бизнесе, которые формируют рынок, которые участвуют. Мы все участники одного рынка. И чтобы услышать друг друга, нужна вот такая площадка. Вот эта площадка проходит здесь в Питере ежегодно. Куда будет развиваться на ближайший год, а может, иногда даже до пяти лет. Вот сейчас вот даже рассматриваются вопросы, которые в глубину инвестирования, до пяти лет мы получаем именно вектор развития. С первого же дня высокий уровень был задан деловой программе докладом статс-секретаря, заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олега Борисовича Пака. По завершении пленарного заседания вновь состоялась церемония награждения дипломом PKI-форума. Наградой были отмечены специалисты и компании, номинированные экспертами сообщества за большой вклад в развитие технологий на базе PKI. Когда подавали заявку, в принципе, задача была больше просветить специалистов в России о существующей технологии в Азербайджане. Когда мы получили сегодня эту номинацию, это было большое удивление, очень приятный для нас сюрприз. Мне на самом деле очень интересно послушать авторитетных людей. Здесь собрались те люди, которые посвятили большое свое время и некоторую из них жизнь для исследования этой проблемой технологии. Это очень сложно. На сегодняшний день очень много вызовов стоит. Очень многие разные страны участвуют, разные эксперты. Если мы будем больше друг к другу прислушиваться и задавать вопросы, как вы решили ту или иную проблему, чтобы вы нам порекомендовали, то именно двухсторонняя связь – это самое, думаю, важное. Для меня, честно говоря, это была полная неожиданность, действительно. Я узнала только сегодня об этом. И поэтому очень приятно. Наша компания является разработчиком удостоверяющих центров и одновременно владельцем удостоверяющего центра. Поэтому мы как бы изнутри видим все проблемы и проблемы в отношении с клиентами. И поскольку сейчас очень много в законодательстве неоднозначных формулировок и поправок к закону, и к закону возникают всякие проблемы. Но конкретно сейчас мы обсуждали перед интервью. Это мера ответственности удостоверяющего центра за достоверность данных. Ключевым результатом конференции в очередной раз стала подготовка декларации, которая отражает важнейшие итоги проведенных заседаний и дискуссий. В частности, был сформулирован перечень наиболее острых проблем, осложняющих развитие PKI в России на сегодняшнем этапе. Это противоречие отдельных элементов действующей нормативной базы, дисбаланс между полномочиями удостоверяющих центров и требования к ним. Отсутствие эффективных механизмов взаимодействия регуляторов и представителей рынка услуг на базе PKI. Тоговая декларация традиционно направляется в регулирующие ведомства, контролирующие и законодательные органы, специалисты которых с неизменным вниманием встречают выводы экспертного сообщества. Те решения, которые будут приниматься здесь, сегодня и в течение нашей работы, они обязательно найдут свое практическое значение в виде законов, в виде дополнений к законотворчеству. И эти элементы, они в значительной степени облегчат жизнь, я просто абсолютно в этом уверен, и тем, кто исполняет эти законы, и тем, кто их реализует в железе, и тем, кто их контролирует. PKI каждый раз предлагает результат, предложение, в соответствии с которым мы работаем на следующий год. Уже целый год работы нам, наверное, обеспечен, я думаю. Безумно познавательно, очень интересно и очень много нового материала, очень информативно, все выступления очень достойные. Вы знаете, вызывает желание больше и больше погружаться в тематику PKI-форума, узнавать новое и общаться с очень интересными людьми. Я обязательно поделюсь опытом со своими коллегами, потому что им, я думаю, это тоже будет интересно. И, возможно, в дальнейшем мы непосредственно подключимся к этой работе, потому что она очень актуальна, интересна, и, я думаю, что требует новых сил. Друзья, вот хочу пожелать вам не терять этого энтузиазма. Да, наверное, мы иногда в силу нашей профессиональной специфики можем там несколько зашоренно смотреть на определенные вещи. Но вот тот азарт, тот вот блеск в глазах, я бы очень хотел, чтобы все делегаты не теряли этого азарта. На следующий год также приехать сюда, также задавать вопросы регуляторам. И, наверное, более тесного сотрудничества, допустим, я скажу как представитель Минкомсвязи России с Минкомсвязью, потому что действительно нам бывает не хватает вашего экспертного мнения. Ну и, конечно же, удачи во всем. Я желаю участникам нашего форума, чтобы они занимали именно активную позицию на этом мероприятии. Попытаться преодолеть те препятствия, которые сейчас встречаются с нами, чтобы мы справились со всеми задачами, что у нас получилось. Удачи всем! Я хотела бы поблагодарить организаторов ПКИ-форума, поскольку это, как правило, неблагодарный труд, очень тяжелый труд. И, как мы уже видим, многолетний труд. И я особенно благодарна и Сергею Кирюшкину за то, что он пригласил нас, нашел нас. И мы здесь впервые, и Азербайджан представлен на этом форуме. Будьте более открытыми, задавайте честные вопросы, получите на них честный ответ. Если мы будем все молчать, мы будем находиться в каменном веке, как это было буквально несколько лет назад. Я хотела бы пожелать всем успехов, самосовершенствования, самореализации. Хотела бы пожелать, чтобы та работа и то дело, которым занимаются участники данного форума, не переставало для них представлять интерес. Друзья, до встречи в Санкт-Петербурге на юбилейном 15-м PKI форум «Россия».